В мае текущего года многие страны мира отмечают 75-летний юбилей победы над фашизмом. Во всех исторических учебниках Криворожско-Никопольская наступательная операция считается одной из самых масштабных и кровопролитных за всю историю Второй мировой войны. Погибших солдат было настолько много, что хоронить их на местных кладбищах не было ни времени, ни сил. Вот так и нашли наши освободители свое последнее пристанище, похороненное в братских могилах практически среди чисто поля. Но со временем ухаживать за могилами и поддерживать их в надлежащем состоянии просто стало некому. Курган Орлова могила находится близ села Лебединое Никопольского района на расстоянии около километра от более известного кургана Нечаева могила. Оба они относятся к временам скифов. Во время Великой Отечественной войны оба превратились в стратегически важные высоты на поле сражения за Никопольский плацдарм. Если Нечаева могила находится в более-менее ухоженном виде, то Орловой могиле повезло меньше. Мемориал долгие годы никто не приводил в порядок. Он был основательно поврежден временем и вандалами. Возле Кургана когда-то был разбит красивейший сквер. Комплекс был снабжен многочисленными металлическими элементами. Опустошенным и разрушенным он предстал перед глазами небезразличных сохранению исторического наследия никопольчан. Мы поделились этой информацией с руководителем общественной организации громадской силы города Никополь, Колесник Вадим Геннадьевичем. Он поддержал нашу идею, он нашел возможности финансовые, чтобы обеспечить выполнение более масштабных работ здесь при наведении здесь порядка. Мы нашли возможность с его помощью восстановить конструкции. Восстанавливаем бетонные ограждения, покрасили металлические ограждения. Более качественно поштукатурили этот памятник, покрасили. Наводим порядок в парке, который находится рядом с этим обелиском. Память, которую мы обязаны хранить в своих сердцах, она будет сохранена. Мы передадим эту память своим детям, внукам обязательно. Я надеюсь, что они тоже будут помнить о тех подвигах, которые совершали бойцы Красной Армии. В общем, памятнику быть. Первый этап работ провели еще зимой. Вырезали кустарник, убрали мусор, расчистили территорию, уложили тротуарную плитку. С наступлением тепла и как раз накануне празднования 75-летней годовщины Великой Победы были проведены самые масштабные работы. Восстановили стелу и бетонные элементы. Много лет назад, больше 10 это точно, 10-15, мне на глаза попалось одно письмо, которое оставил воин-освободитель в этих местах. Точно помню, что он родом в Сибири, сибиряк. И он написал там короткие слова, но очень запали в душу о том, что в вашем богом забытом селе, вот здесь, это где-то здесь рядом было, я за две недели потерял друзей больше, чем за три года войны. Никополь-Криворская операция по освобождению Никополя, этих всех мест и до Кривого Рога, за два месяца погибло 274 тысячи человек. Вдумайтесь в эту цифру. Даже вслух произносить страшно. То есть это 4 с половиной тысячи человек погибло ежесуточно. Вот это наш долг, наша обязанность. Если мы не будем знать, помнить, читать историю, нас не будет. В праздничный день к памятнику потянулись тени многие жители ближайших селений, для которых почтение памяти погибших освободителей – семейная традиция, сформированная годами. Каково же было их удивление, когда они увидели значительно преобразившийся обелиск? Река времени неумолимо течет вперед, стирая на своем пути не только все материальное, но и память. И только человеку подвластно сохранить те крупицы истории, которые могут совсем скоро исчезнуть с лица земли.